Чаще всего я его использую в режиме так называемого бустера, то есть когда он все время включен сейчас, он искажения не добавляет, но он немножко, вот без него, а вот с ним, но он немножко более собранным делает звук, это какие-то вот такие вот нюансы мельчайшие, но вот этот сигнал, он электрически потом лучше управляется, он более насыщенный, он немножко обертонов добавляет таких, которые потом, может быть сейчас и не слышно, но когда они вот во много раз усиливаются, когда это громко, потом это очень слышно, и звук именно насыщенность появляется вот за счет этих обертонов, которые он создает, но в нем еще есть режим овердрайва, вот, который я на записи часто это использую. Такой легкий овердрайв совсем. Вот, это я на записи использую обычно, для каких-то певучих соло. А, соответственно, босс, он такой позднее, да? А босс, да, в данном случае босс, он работает как каскад маршала, который обычно я использую, ламповый каскад. Вот, ну, эта педалька, она не совсем серийная, то есть у нас есть специалисты, это не проблема обратиться, чтобы они ее все-таки перепаяли под спецификации, которые музыкальные. То есть это мод? Да, она, конечно, она чуть-чуть переделана, и в результате она работает точно так же, как каскад хорошего маршала, лампового, вот. И, то есть, вот, практически, когда я ее включаю, вот такой звук получается через маршала, когда я на концертах играю. Можно послушать. Да. Ну, вот, обычно в таком режиме я играю. Уже ничего больше не переключаю. Обычно всегда на концертах у меня, ну, маршал стоит на перегрузке, или в данном случае вот такая педалька. А босс сознательно питается от батарейки, а не от сети? А, на самом деле... Чтобы фоны избежать? Нет, он не фонит, когда от сети. Он не фонит. Просто он немного совсем питания потребляет. Обычно, когда, если надолго, то я подключаю с адаптером на концерты, просто, чтобы лишние провода не мешались. Батарейки хватает надолго. И в самом конце у нас идет пространственная обработка, TC, электроник, фирменник. Да, это я специально принес. Я на концертах не использовал его. Но, когда в студии мы записываем гитару, а потом, как правило, она обрабатывается уже во время микс, во время сведения. Вот там как раз добавляются эффекты повторов. А пишите вы всегда чистый звук. Эхо, да. Да, но так складывается. Но на самом деле я собираюсь попробовать сейчас записывать звук уже с эффектами сразу, уже готовый. Потому что сейчас есть возможность у меня моделировать, то есть включать все мои усилители, стеки. И система моя позволяет за счет специальных таких коммуникационных директ-боксов, так называемых, разветвлять сигнал. И я в один стек даю звук гитары, а в другие два идет стерео из дилея. И то есть пишется тремя микрофонами. Ну, на самом деле микрофонов больше, но то есть три разных звука пишется. И звук уже готовый, получается, на записи. Но это нужно совершенно точно знать, что ты хочешь добиться. Потому что если здесь что-то неправильно записать, потом с таким материалом очень тяжело будет работать. Поэтому самое... Поначалу, конечно, лучше писать просто вот одну гитару, а потом эффекты добавлять во время. А дела и почему именно на нем остановились? И как он вообще в деле? Ну, дилей, он создает очень хорошие объемы, которые... Я же играю в составе трио. То есть помимо меня, у меня бас-гитаристов и барабанщик. И угодно. А у меня как бы это все пространство звуковое, оно свободное. И там есть место для дилея. А как же там минус-подложка там какая-нибудь? Музыканты на студии поназаписывают кучу гитар, струнных, потом пускают это минусы на концерте. Ну, это совсем другая история. Я иногда записываю и по четыре гитары аккомпанирующих... Но на концерте все равно вот так прозрачно. На концерте-то, конечно, мы всего три человека, поэтому... Но оно получается так, как надо. Музыканты на студии И он все равно, как и все, как и все. Вот, поэтому вполне достаточно. Понятно. Он тоже подключен в стерео выход? Он стерео, да. В два усилителя он идет. Здесь тоже я в два усилителя включился. Хорошо. И вот мы забыли совсем спросить. Струны какие вы используете? Струны самые обычные. Струны, которые вот прихожу в магазин, какие есть, и беру. Особенно выбора нет для меня большого, потому что я беру семиструнные комплекты 9,54. Мне просто там средняя струна не нужна. Вот. Получается, что у меня сверху тонкие струны стоят 9,11,16. А на аккомпанемент получается более толстый. То есть вот нижний там 54. Ну и, соответственно, вот эти там, сколько, 36, наверное, 42, 46. То есть вот этот комплект, он идеально мне подходит 9,54. Шестиструнных таких нет комплектов, только семиструнные. И, в общем-то, выбор особо небольшой. Дело в том, что когда ты на струны нагрузку правильно распределяешь, не передавливаешь их, то, в общем-то, любые струны нормально работают. Если играть неправильно, то... А что значит не передавливаешь неправильно? Вот мы подходим как раз к каким-то секретам, нюансам. Расскажите. Дело в том, что, да, вот, когда начинают играть люди, особенно на сцене, большого опыта нет, у них практически всегда там, всегда рвутся струны. Всегда рвутся, и никак они стараются и новые ставят, и меняют. И вот вроде только новые поставят, выходят на концерт, струна рвется. Я струны меняю только, когда они уже по звуку становятся плохими. Потому что, ну вот не рвутся они, потому что нужно очень правильно распределять нагрузку в каждом ударе медиатора, скажем так. И вообще, на самом деле, струну порвать очень сложно, это просто невозможно. А как правильно распределять нагрузку? Видно, не передавливать, то есть, ну, все должно четко быть контролируемо, очевидно. Потому что какие-то, порвать практически струну вот невозможно. Можно сейчас вот тянуть, рвать, и будут пальцы все скорее порвешь, чем порвешь струну. Тем не менее, струны рвутся постоянно у гитаристов и во время концертов. Они рвутся, и рвутся вот такие толстые струны. Поэтому, я думаю, что прикладывается какая-то неправильная, что-то неправильно в руках происходит. Редактор субтитров А.Семкин